Погода за окном с каждым днём становится всё лучше и лучше. Из тесного рабочего офиса всё скорее хочется попасть на улицу и насладиться теплом, особенно в связи с началом велосезона. Наверное, не все знают, что выбор велосипеда сродни выбору обуви. Каждый выбирает модель только под себя. Как рассказали нам в специализированном магазине, посетители часто спрашивают, есть ли в наличии такой, на котором и дочь сможет во дворе покататься, и мама в парк поехать. Конечно же, такого велосипеда не существует. Даже детские модели нужно выбирать вместе с ребёнком. Большинство продаж приходится на детские велосипеды. Их подобрать, в принципе, несложно. Нужно знать рост ребёнка и прийти непосредственно в магазин и сесть на предполагаемую модель. Детские велосипеды отличаются только по комплектации. На некоторые установлены корзины, сиденья для кукол или ручка для родителей. Переходным классом между взрослыми и детскими велосипедами являются юношеские модели. Они отличаются меньшим диаметром колеса и размером рамы. Такие велосипеды бывают и складными. Соединения в них довольно прочные и не стоит переживать за качество. С моделями для взрослых всё обстоит куда сложнее. Здесь нужно определить цель покупки. Ведь разновидностей очень много. Горный хардтейл, двухподвес, дорожный, шоссейный, гибридный. И только после этого уже можно переходить к росту. Самым популярным взрослым велосипедом является горный хардтейл. Он подходит для использования как по асфальту, так и по пересечённой местности. Если человек не хочет горный велосипед, то он может выбрать обычный городской велосипед. Он не обладает амортизирующей вилкой, имеет более широкое седло и комфортный руль. То есть такие велосипеды можно отнести к классу комфорт. В горных же типах велосипедов есть амортизирующая вилка и облегчённая рама. Покрышки таких моделей имеют более злой протектор, чем у обычных. Это обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. Трюковые велосипеды кардинально отличаются от остальных. Например, у них вообще нет переключателя скоростей. А профессионалы и вовсе снимают тормоза. К тому же у них крепкая рама и больше спиц на колёсах. Так что это один из самых крепких велосипедов. На них можно преодолевать кочки, трамплины и выполнять различные трюки. Но для обычной езды по городу такие велосипеды непригодны. Шоссейный велосипед отличается более пониженной точкой сприкосновения с асфальтом. Опять же более лёгкая рама и всё оборудование нацелено на лёгкость. Шоссейный велосипед подходит только для ровного асфальта. К тому же руль у них довольно необычный. С ним наклон велосипедиста будет больше обычного для аэродинамичности. Чаще всего его берут спортсмены. Гибридный тип велосипедов предназначен как для асфальта, так и для пресечённой местности. Здесь большой диаметр колёс, а также амортизирующий подседельный штырь и руль, регулируемый по высоте. К тому же здесь более лысая резина для лучшего наката. Менее популярны двухподвесные велосипеды. Они обладают помимо переднего амортизатора, ещё и задним амортизатором. Задний амортизатор смягчает неровности на дороге, но создаёт лишнее колебание при езде, при педалировании. Его используют для того, чтобы кататься по лесу. Корни и камни ему не страшны. Но при сильном педалировании у этой разновидности велосипедов возникает так называемый эффект дивана. И часть энергии велосипедиста уходит в никуда. Для асфальтовых дорог такая модель не предназначена. Но если лес на двухподвесе вы преодолеете, то в болоте он точно увязнет. На этот случай есть другая модель – футбайки. Ни грязь, ни снег не смогут остановить вас. К тому же, вопреки распространённому мнению, такая махина совсем не тяжёлая. Из такого большого перечня велосипедов предстоит выбрать только один, который сможет удовлетворить основную цель. Так что решитесь вы покорить лес, болото, горы или вовсе местный парк, на любой запрос всегда есть подходящий железный конь. Правда, если велосипед выбрать большого труда не составит, то покататься на нём получится не везде. В Рязани количество велодорожек можно пересчитать по пальцам одной руки. Первая находится на Лыбецком бульваре, а вторая – в сквере имени Александрова. Парадокс заключается в том, что велосипедисты на этих дорожках появляются крайне редко. Например, сейчас светит яркое солнце, а в сквере имени Александрова ни один велосипедист не нарушит спокойствие пешеходов. По велодорожкам ходят мамы с колясками, а порой здесь можно увидеть и детей на самокатах. По словам местного жителя, велосипедисты здесь всё-таки появляются. В любом случае, каждый велосипедист должен помнить, что он такой же участник дорожного движения. Поэтому соблюдать правила нужно обязательно.